Ложка и магнитола. Работа очень пыльная. Лужу размести надо. Поехали мести лужу. С закрытой кабиной, конечно, доходит почти до плюс сорока. Как с зарплатой? Я не могу об этом не спросить. Я, наверное, два или три раза раскатывала трактор. Верните синие трактора. Всем привет, это АВБА и это выпуск про спецтехнику. Сегодня говорим про этот Беларусь 82.1. Да, популярная, можно сказать, народная модель. Это первая ее версия. И своим опытом эксплуатации, вождения, ремонта будет делиться Наталья. Привет, Наташа. Привет. Вот я понимаю, что я тебя сейчас представляю, и у нашей аудитории такой скепсис. Ну, будем честными, давай как есть. Ну, вот есть такой скепсис, типа, да что она может рассказать на самом деле. Хотя, как я понимаю, у тебя опыт уже вождения 5 лет. Да. Опыт работы, опыт вождения. А как правильно твоя должность называется? Тракторист-машинист. Давай сейчас ввезем в курс дела. Мы находимся на Гродненском заводе железобетонных конструкций. Да, ну, и, собственно, этот трактор эксплуатируется, ну, в таких вот промышленных условиях. Расскажи подробнее, что ты делаешь. На тракторе я занята круглый год. Зимой я очищу снег, посыпаю дорожки. Летом это коса, весной и щетка. Договорились. Ну что, едем. Рано же рабочий день начинается. Семь утра. А есть какая-то норма, которую ты должна выполнить сзади? Какой-то нормы в плане вот по выполнению, то есть вот как в колхозах есть норма какая-то. Здесь ее нет. Так, ну, работа пыльная, я так понимаю. Работа очень пыльная, да, поэтому немножко. Ну, я знаю, что здесь есть вопросики с изоляцией. Да, конечно. Вся пыль, она летит в кабину. С изоляцией, да. Получается, что весь рабочий день ты, собственно, дышишь песком и строительной смеси. Но, скажем так, не сильно хорошо. Есть такое. В основном я всегда езжу в респираторе. Вот. То есть это ты на съемку без респиратора, но, собственно, и ты, и я. В нем, конечно, не суперудобно на самом деле ездить, потому что очень сильно жарко тоже за счет того, что все окна закрыты. Ну, кондиционера нет. Нет, в этих еще нету. Уже в новых есть кондиционеры. Ну, да, это еще первая модель, да. Да, в этих пока еще, к сожалению, уже это, ну, нет в общем кондиционера. Ну, знаешь, ой, слушай, тяжело говорить. Прям реально. Ну, да. Ой! Ну, реально, не знаю, с ней привычки достаточно. Ты привыкла, да? Наверное, да. Мне уже нормально в этом, но говорить действительно тяжело. Периодически я открывала прям окна, чтобы был сквозняк, но сквозняк тоже в перемешку с пылью. Это такое не очень приятно. Слушай, ну, звучит оно, ну, как бы на первый взгляд, достаточно просто, да? То есть, либо греби, либо мети, либо посыпай песком. Но я так понимаю, что, ну, не все так, как кажется. Ну, вот одно ты уже проверила. Один минус точно есть. Лето, это, конечно, тяжело. Причем сейчас-то еще мы снимаем в мае месяце, и это еще не самая жара. Будет еще и плюс 30, и условия примерно такие же без кондиционера. Доходит, да, с закрытой кабиной, конечно, доходит до, тут, плюс, почти, наверное, до плюс 40 здесь может доходить, то есть, температура. Потому что она стеклянная, за счет этого, конечно, нагревается очень сильно кабина. Вот, не всегда есть возможность открыть дверь, окна, точнее. Ну, в общем-то, ее практически нет, потому что с косилкой это техника безопасности. Здесь у меня стоит защита на трех окнах, когда я езжу с косилкой, потому что косилка с этой стороны получается. Ну, здесь тоже не откроешь, потому что, как бы, техника безопасности запрещает сильно открывать тут все. Люк тоже, вот, как бы, есть, но, как бы, его тоже не всегда откроешь. Ну, зимой без надобности, потому что зимой тут как бы. Понятно, ну, то есть система кондиционирования, собственно, понятна, да? По возможности открываем люк, если есть такой возможности и нет, то, собственно, как бы и нет. Как выдерживаешь? Да уже как-то привыкла, на самом деле быстро к этому привыкаешь. То есть, ну, летом спасаешься где-то респираторами, тоже в нем долго особо не поедешь, потому что это, конечно, жарко, поэтому где-то чуть чаще я там могу остановиться, постоять. В общем-то, все относятся с пониманием, потому что все видят, в каких условиях происходит работа. Постоянно продуваешь трактор, потому что, ну, пыль ты убираешь компрессором. А как ты убираешь? Потому что, конечно, мыть его, это все превращается в такую грязь. А не пробовали как-то герметизировать кабину? Тут, к сожалению, не загерметизируешь. Интересная система в виде поролона, то есть, да, немножко это все равно все спасает. То есть резинки вот эти вот, да. Что значит, интересная система в виде поролона? Поролон, тут вот лежит поролон. Подальше. Чтобы не забивался песок. Да, чтобы, да, чтобы пыль не проходила, потому что оттуда же все равно это все сюда как бы вот летит в кабину. Поэтому где-то по возможности стараюсь это делать, но все равно. Вот. Ну, это такая, наверное, у всех, кто со щеткой работает. По крайней мере, я не знаю еще никого, кто работает со щеткой и у кого в кабине не пыльно. Все спасаются как могут. Ну, по большому счету это понятно. Давайте быть честными, да. Для таких вот, ну, скажем так, коммунальных нужд, да, используется достаточно старая, самая простая техника. Ну, потому что кажется, ну, что там, как бы ездим идти. Ты, ну, наверное, не единственная, кто работает в таких условиях. Ты сказал, что начинала работать в колхозе. Я так понимаю, что год проработала там, а потом уже устроила сюда завод. Расскажи про первое рабочее место. И знаешь, что мне интересно, как ты на работу устраивалась? Ну, то есть были ли здесь какие-то сложности? Потому что, ну, как бы то ни было, я вот пытаюсь делать выпуск так из серии «А что такого?», да? Но все равно, как бы, мы понимаем, что это большая редкость, когда девушка за рулем трактора. Есть такое, да. Первое мое рабочее место было в городе Пружанском районе. Я сама родом оттуда, из города Пружаны. Вот, училась там же в колледже, устраивалась на практику. Там я начинала свою карьеру. Вот, конечно, и там были вопросы. Ну, тогда на практику, как бы, мне просто спросили, кем ты хочешь, ли трактористом или слесарем, я решила, что. Наверное, трактористом будет повеселее, поинтереснее. А что за колледж? Пружанский государственный аграрно-технический колледж. А как тебя вообще занесло, ну, вот, собственно, в такую профессию? Как-то так оно получилось. Я сама, наверное, себе по сей день не могу как-то ответить на этот вопрос. Почему вот так вот оно все? Почему я туда пошла? Как-то абсолютно вот просто так. А тяжело в плане того, что ты столкнулась с технической частью? Потому что одно дело водить трактор, но ты же его и ремонтируешь. То есть, самой нужно крутить гайки. Либо тяжело физически? Есть, конечно, какие-то моменты, когда физически что-то ты одна сделать не можешь. Ну, без этого никуда, в общем-то, с этим, наверное, сталкиваются все водители. Ну, то есть, что-то одному сделать физически невозможно. Например, не знаю, колесо перебортировать. То есть, одному это, конечно, физически сделать тяжело, но, в общем-то, когда есть слесаря, конечно, помогают с радостью все. Никто не отказывает в помощи, если что-то нужно сделать. Ну, например, там, перецепить что-то, вот, щетку на косилку, это, в принципе, я могу выполнить сама, вы без проблем. А вот скажи, когда ты проходила собеседование сюда на завод, вот какие были опасения у руководства, да, когда они берут девушку на такую работу? Они что-то спрашивали? Меня брать не хотели. Не очень, почему-то прям, ну, как бы, так, не с первого раза, так сказать, меня сюда тоже взяли, то есть, не прям меня ждали. Конечно, пришлось поездить, пришлось поговорить с несколькими, с руководителями, с ВЗА-ами, то есть, ну, как бы, объяснить ситуацию, что, блин, у меня есть опыт работы уже, я не пришла сюда абсолютно с каким-то, ну, ну, нулевым уровнем знаний, нет. Не тик-токи сюда пришлось снимать. Да, у меня уже есть. У меня, ну, был уже на тот момент практически год стажу, как бы, это, в принципе, я считала достаточно. Ну, то есть, в колхозе, конечно, работа, она была потяжелее в плане того, что там, когда у тебя 10 метров телеги сзади, и на нее нагружены рулоны, конечно, управлять ей чуть сложнее, чем щеткой, трактором. Вот это, ну, поэтому сюда, как бы, я пришла уже с какими-то знаниями, конечно, немножко. То есть, здесь для тебя по лайту, да, если сравнить с работой в колхозе? Да, здесь проще в плане, ну, то есть, какого-то, ну, именно вот работы, да, мне кажется, что здесь проще. Давай, может быть, немножко по технической части поговорим. Ну, 82.1, простая модель, знакомая, я думаю, что многим, кто смотрит этот выпуск, но в любом случае, как бы то ни было, я иногда шучу, что во всех наших видео мы отвечаем на один и тот же вопрос, сколько же раз ку-ка-пре. Ну, что, максимальная скорость здесь 35 километров в час, вот, расход здесь. Вот, кстати, расход, да. Здесь конкретно, то есть, вот со щеткой, это 5,7 литров на один моточас. А у тебя установлены какие-то нормы, сколько топлива ты можешь потратить за рабочий день? Да нет такого, каких-то конкретных норм, нету, ну, то есть, в среднем... Ну, как-то же учитывается в любом случае. Ну, в общем-то, по моточасам, по конкретно, по тахометру видно, сколько я проехала за день, сколько я, соответственно, спалила топлива. Вот, в основном, ну, как бы 4-5, это максимум, там, ну, бывает как-то больше, бывает меньше. То есть, ну, в зависимости, собственно, моточасы, это от того, сколько ты наезжаешь и сколько ты работаешь. Двигатель здесь самый простой, это 245, в общем-то, то, что изучалось мной на втором курсе колледжа по дисциплине трактора и автомобиль, вот, что-то про него особенного рассказать я даже не могу. С ним проблем за 4 года у меня не возникало еще ни разу. Очень я этому рада, в общем-то, сюда, как бы, я, наверное, никуда и не лазила. Были ли какие-то прям такие серьезные поломки, с которыми ты сталкивалась? Здесь, наверное, из какой-то самой серьезной поломки была замена винца маховика. Это еще было прям в начале, в начале, как только я сюда пришла, вот. Потом здесь не работал передний ведущий мост, то есть все это тоже мной. Одну зиму я ездила без переднего ведущего моста, он, конечно, такая полезная штука зимой, потому что еще плюс два ведущих колеса, это супер, потому что на льду, в снегу он там периодически, конечно, буксовал, вот. И больше, наверное, из серьезных поломок конкретно здесь не было. То есть какие-то такие мелкие, которые требовали много работы именно из-за того, что где-то было чуть труднодоступно, когда, собственно, порвал у меня шланг гидросистемы, он прям тут, ай, его, наверное, не видно. Ну, в общем-то, шланги они все проходят практически вот там вот под кабиной, такое достаточно труднодоступное место, вот, пришлось снимать сидушку. В общем-то, это не суперсложно по какой-то технической части, но, конечно, в кабине это все делать не очень удобно, это пришлось ее как-то вынимать через заднее стекло, вот, было такое вот, достаточно в этом плане трудно. Да ты сама все делала? Да, именно замена шланга, да, вот мне только помогли снять ее, ну, то есть вынять из кабины сидушку, потому что она такая достаточно тяжелая, вот, сама бы я не справилась. Ну, венец мохамека тоже тогда пришлось трактор раскатывать, это такое, достаточно не сказать, что это сложно. А что значит трактор раскатывать? В общем, трактор, если так посмотреть, грубо говоря, он состоит из трех стянутых между собой частей, стянутых болтами, вот, и наверху кабина, то есть двигатель, он раскатывается отсюда, здесь достается коробка и там задний мост. То есть только таким образом можно добраться? До вот этой части, да, ну, то есть тут как бы такого, много чего-то есть, что вот его иногда необходимо. Нужно разобрать трактор? Нужно снять полностью кабину, то есть кабина, она отсоединяется от всех шлангов, здесь отсоединяется вся электроника, то есть все провода, все это отсоединяется отсюда. Ну, соответственно, тут как бы белорусы, они в основном такой на механическом всем сделан, то есть это тяги, все эти тяги тоже рассоединяются. То есть вот в этом плане, конечно, немножко долго, потому что все это нужно, вот эти вот все мелочи, одно дело их разобрать, второе дело, потом обратно все это, конечно, собрать. Ну, мы видели магнитик с лишними запчастями. Ну, и всегда они остаются. Иногда бывает в жизни такое. В колхозе когда-то я работала, я, наверное, два или три раза раскатывала трактор. Самостоятельно. Один раз точно, один раз точно я помню, как я это делала сама, потому что, к сожалению, тогда работников не хватало, очень многие ушли на КЗСы, на Амкадоры, ну, то есть такая специфика работы в колхозе. В горячую пору задействованы все, даже те, кто должен быть в мастерских, к сожалению, ну, как бы надо выбирать что, или заготовка зерна, или ремонты. А, расскажи, какие у тебя здесь есть вот такие приспособления, лайфхаки, ну, поролон, понятно. Я вот смотрю, есть у тебя магнитик. Да, мы пошутили, что если детали отваливаются, то сразу примагничиваются и не теряются. На самом деле, вот такие вот всякие мелочи, которые 100% где-то могут потеряться, и это все болтики, вот эти хомутики. Удлиненная ручка переключения передач, то есть она вообще в оригинале короткая, вот. Но это до меня еще кто-то сделал, но, в общем-то, приспособление очень полезное, потому что достаточно удобно. Ложка. Ложка. Ну, в принципе, наверное, вот единственное... Здесь только ложка. Ложка. Ребят, ложка. Подожди, ложка. Ложка. А зачем ложка? Ну, как зачем? Обедаем мы... Ну, я не здесь обедаю, но, в общем-то, бывали такие моменты, когда приходилось обедать прям где-то. То есть, когда ты на объекте, пусть водится, ты с собой обед берешь, и, в общем-то, там с собойечку эту... То есть, реально, закрепила ложку на случай, если нахожу, придется перепутить. Главное, находить где-то ее мыть, потому что, конечно, здесь... Ну, я с собой обычно ввожу воду, поэтому такой необходимости нет искать где-то, где помыть можно ложечку. Слушай, ну, я смотрю, что из лично, несмотря на то, что ты долго работаешь, работаешь на одном и том же тракторе, я так понимаю, только ты, он за тобой закреплен, у тебя здесь практически нет никаких личных вещей. Ну, вот единственное, что я вот тоже не знаю, что это за приспособление. Я была пепельница, но я ее под этот... Я резиночки там ухраню. На всякий случай часто забываю, где-то, если из дома приезжаешь с распущенными, я знаю, что я всегда... А, я вот только хотела сказать, что так и не скажут, что за рулем девушка. Да, ну, то есть, нет вот этого вот соблазна, там, я не знаю, чехол какой-нибудь на руль закрепить, еще что-то. Да, ну, такого на самом деле, да, как-то вот я люблю минимализм, поэтому у меня вот так абсолютно все вот здесь так, как и должно быть. Ну, пробовала я как-то со шторками, мне не очень удобно ездить, это все равно как-то мешает обзору. Вот, в остальном здесь, наверное, из моих личных вещей только магнитола. А магнитолу ты сама доставляла, да? Магнитола, это которая прошла со мной, наверное, весь мой путь тракториста, еще с колхоза, и вот по сей день она уже плохо, но еще работает. Ну, то есть, по большому счету, из всех, как это, дополнительных опций, да, ложка и магнитола. Да. И зеркальце, вот, мне тоже любезно кто-то вырезал, когда, то есть, этот, подарили мне зеркальце, вот, поэтому иногда, да, зеркальце и, не знаю, подставка для телефона, она, конечно, особо здесь не очень актуальна, потому что фильмы смотреть мне некогда, а телефон, ну, на ходу, он как бы так не держится. Лужи? Уже вот только что подъехал ко мне, сказал. Да, бля. Ну, вообще, лужи размести надо. Поехали мести лужи. Ну, это странное занятие для камеры. Ну, типа, я не знаю, ну, сколько это это, ну, вообще, ну, да. Так, а что делать будем? Разметать лужи. Ну, реально, ездишь, ездишь, заезжаешь в лужи и вот ее сметаешь. Слушай, ну, если честно, работа непростая. Ну, и условия тяжелые, да, и есть свои нюансы. Как с зарплатой? Ну, я не могу об этом не спросить. Ну, нормально, мне хватает. Не знаю, что сказать. Это вот тысяча и выше. Вот, в общем-то. А от чего оплата зависит? Вот часов, ну, то есть у меня почасовая оплата. Вот на работу по часов. То есть ты можешь поработать подольше? Ну, как бы, соответственно, если ты остаешься дольше, у тебя, ну, больше часов. Переработки, они оплачиваются по двойному тарифу. Все переработки, выходные, где у нас оплачиваются по двойному тарифу. А часто приходится задерживаться либо выходной выходить? Чаще это зимой. Ну, вот зима это такой период. Если в колхозе летом горячая пора, то у меня такая пора зимой, потому что зимой в любой момент выпадает снег, я обязана, как бы, обязана быть на работе. Даже вплоть до того, что если что-то растаяло, потом пошел морозик, и, как бы, опять же, ты на работе. В принципе, эта зарплата на данной работе, она меня, как бы, устраивает. Ну, тебе хватает на все твои, там, потребности, какие-то там, хотелки? Ну, да, у меня есть еще подработка. Иногда по выходным я работаю официанткой, когда-то я пробовала себя работал клиентом. Ты работаешь с официанткой параллельно. По выходным, да, бывает. Я выхожу в караоке-бар, я там иногда, да. Иногда меня можно встретить еще и там. Мы тут смеялись за кадром по поводу, в любом случае, это завод, это работа, да. И есть специфическая лексика, да, и кто-то на кого-то прикрикнет. Я сама понимаю, у меня на съемках иногда примерно то же самое происходит. Как ты относишься к тому, что МТЗ больше не будет делать синие тракторы? Они красные. Я не знаю. Это ужасно, я не знаю. Мне нравятся синие. Но это круто смотрит. Ну, типа, вот как для меня МТЗ и синий цвет, это уже, это бренд. Верните синие трактора. Мы подумали, было бы логично в финалочке записать с Наташей уже в нормальном виде после работы около машины. Рассказывай. Ну что, Ауди 80? Ну да, любимая, народная, в B2 кузове. Что, как, какого года, за сколько покупала? В 85-й год, покупала ее когда-то, года, наверное, 3 назад за 600 баксов. Ну, понятно, помним возраст машины, да, мы здесь не будем искать каких-то нюансов и косяков. Ну, как бы не для этого мы здесь собрались. Расскажи, были ли основные болячки, которые доставляют тебе неудобства? В общем-то, чего-то, ну, то есть, каких-то больших проблем с ней у меня не было никогда. Единственное, была у меня замена двигателя. Двигатель мы меняли полностью, то есть, не капиталили, не делали ничего. Ну, там проблем, конечно, не было. Да, ну, с учетом стоимости этой машины, в принципе, на рынке это было очень, как бы, ну, не затратное мероприятие. То есть, купить донора, ну, и вот все. Все, как и всегда, перекинули, поменяли, вот. Прям, ну, я там очень долго торговались. Мы прям, я помню, это прекрасное лето на жаре. Мы торговались прямо часа два возле этой машины, и они, ну, видно, там ребята не особо ее просто хотели очень отдать, потому что там по кузову были очень большие вопросы. Ну, и, в общем, то есть, там как бы был живой двигатель неплохой. Вот, потому что мы там на месте смотрели сразу и торговались прям очень долго. Какая начальная стоимость была? Ох, в районе, наверное, 300 баксов где-то тогда она стоила. Ну, это, то есть, там прям скинуто было практически там на 100 баксов точно, наверное. То есть, 400 просили, за 300 отдали? Нет, меньше, чем за 300. Отдали прям даже меньше, чем за 300. Там практически вообще, ну, то есть, прям копейки. Чем она мне нравится? Это тот же трактор, только машина, которую тоже так же можно починить в условиях даже практически не мастерских, а перед гаражом. Ну, то есть, это... То есть, сама какие-то поломки устранить можешь? Ну, что касается машины, да, ну, опять же, повторюсь, что у нас сейчас нет смысла оценить как-то ее техническое состояние. Три года практически там с минимальными вложениями, машина ездит, служит, тебе еще помогает зарабатывать деньги. Это, ну, это идеальный вариант, я могу только восхититься этим. Но мне интересно происхождение, вот сейчас нам не видно, да, но ты знаешь, куда я пойду. Вот в этой вот незаводской конструкции я про оранжевую балку, да? История мне неизвестна самой, это было сделано еще до меня. То есть, на момент покупки так оно уже и было, поэтому... Капот, я так понимаю, у тебя под замену, да, это в ближайших планах. Давай сначала историю. Ты решила поменять капот. Я поменяла капот, да, и этот капот, он не стал так, как должен стать. И он на ходу у тебя открылся. Моей безответственности, которая решила, что я потом когда-нибудь его дорегулирую, и он встанет. Он открылся на ходу. А ты работала еще в доставке. Да. Ну, то есть, это такая же подработка, как работа официанткой. Ну, да, только сейчас уже... Раньше это было, да, раньше я работала в доставке на этой машине, поэтому она, конечно, со мной объездила здесь очень много погродно, да. Слушай, ну, как бы ты так вот весело, радостно все рассказываешь, но я так вот мне прикидываю, это реально непросто. Я видела твой рабочий день. Отработав там 5 дней в неделю, вот в таком вот режиме, ты суббота, воскресенье, еще ищешь себе вторую работу, либо там выходишь официанткой, либо работаешь в службе доставки. Как ты это все выдерживаешь? Ну, наверное, моей энергии хватает. Не знаю, мне действительно это несложно. Ну, то есть, вот я в таком режиме привыкла жить, и, наверное, по-другому я уже не могу. Мне уже очень скучно, когда у меня, то есть, ну, одна работа и все. То есть, работа, дом, работа, это немножко не мой график. Это вопрос больше финансов, либо тебе хочется быть вот в такой вдвижении? Нет, ну, конечно, финансы имеют немаловажную роль. Да, иногда как бы что-то хочется отложить, где-то что-то, но при этом и не терять в качестве жизни вот сейчас в моменте, поэтому, да, иногда приходится совмещать две работы, чтобы что-то шло в копилочку, но и жить так же, то есть. У меня есть инсайдерская информация. Я вчера разговаривала с твоим руководителем, когда договаривалась о съемке. Андрей Иванович, если вы нас смотрите, вы Наташу не ругайте, что мы сегодня ее от работы отвлекали, это мой виноватый, я тебя отмазала. В общем, он мне сказал, что ты собираешься увольняться, потому что работа тебе надоела. Это так? Пока еще, думаю. То есть, качели еще такие? Да, такой вариант есть, может быть, да, может быть. Нет, не знаю, пока не могу этого всего раскрывать. В любом случае, я так понимаю, что планы на жизнь у тебя большие. Ты сейчас учишься на заочном, ездишь на сессии в Минск. Учусь я в Белорусском государственном наградно-техническом университете по специальности техник-механик, третий курс, заочное отделение. Но видишь себя на фуре? Пока что в данном, наверное, моменте моей жизни я вижу себя водителем. Хотелось бы. Да. Слушай, а ты не думаешь, что ты просто вот этой вот романтики насмотрелась, да? Ну, типа, большие заработки, путешествия по Европе, и все так классно. Возможно, но, наверное, стоит попробовать узнать, там уже что-то решать. В любом случае, высшее образование мне в жизни пригодится обязательно. Ну, если мне что-то не понравится, у меня всегда есть еще много вариантов работы, наверное, потому что... Ну, по крайней мере, трактористам, я надеюсь, возьмут точно. Напишите, как вам выпуск. Я, правда, получила огромное удовольствие от съемки, несмотря на то, что надышалась и пылью, и цементом, чем там еще. В общем, я не знаю, как ты выдерживаешь каждый день. Но, тем не менее, спасибо, что согласилась на эту съемку. Пишите, что думаете, и напишите, Наталья, кто работает в дальнобое. Все-таки стоит идти, не стоит, и какие есть минусы этой профессии. Будет интересно посчитать. Если смотрите нас без подписки, подпишитесь на это АВБай.